Как показывают предварительные оценки, эти приборы могут быть вполне применены дистанционно, то есть и расстояние это может измеряться в десятках сантиметров или метров. И соответственно, если в теплице будет размещена такая система, которая создает освещение и регистрирует флуоресенцию, и эта система будет перемещаться по теплице, мы будем оценивать состояние всех растений, которые там находятся. Та информация, которая получается с помощью данного метода, она не может быть получена другими способами, и здесь особенно необходимо отметить оперативность. Вот здесь приведем пример уровня одного из показателей. На листочке гороха зеленый цвет соответствует хорошему, так скажем, обшему состоянию, синий плохому, и неблагодаря воздействию наносилось на соседний лист, и видите, что буквально через одну минуту мы видим, насколько показатель изменился, поскольку изменилась интенсивность всех процессов внутри листа, и никакими другими методами мы это не зарегистрировали. То есть визуально этот лист, он так и останется абсолютно здоровым, непопрежденным, и глазом мы увидим те изменения, когда уже будет поздно, когда они станут необратимыми. Помимо того, что оперативно позволяет метод оценить наступление негативных изменений, этот метод, как я уже говорил, позволяет оценивать по одному из критериев продуктивность растений. Продуктивность, ну в основе продуктивности лежит, конечно, в процессе фотосинтеза, энергия света преобразуется в энергию химических связей, и вот активность фотосинтеза зависит от целого ряда факторов. Вот я только три примера здесь привел. Интенсивный свет, температура, концентрация, СО2. Для каждого из факторов существует зорк-оптимум. Но дело в том, что оптимальный диапазон для каждого фактора, он зависит от величины других факторов. То есть если у нас изменится температура, то сдвинется оптимальный оптимум для интенсивности света и так далее. Поэтому жестко задавать на большие периоды времени достаточно сложно. И в этом случае гораздо эффективнее будет оценивать, насколько хорошо идет фотосинтез, насколько высока продуктивность в данный момент времени, в данных условиях. И, соответственно, оперативно изменять эти условия. Другим аспектом так называемых умных всплеск является, конечно же, также это использование, более эффективное использование света. Сейчас активно обсуждается замена стандартных ламп, петоламп на светодиодные источники. При этом рассматривается несколько основных аспектов. Это и энергоэффективность, проэнергоэффективность будет отдельный доклад. Я на этом останавливаться не буду. И это различные регуляторные эффекты. То есть свет для растения – это не только источник энергии. Это еще и самый, наверное, мощный регуляторный фактор. При этом свет может регулировать как сроки вегетации, так и количество растительного материала, которое получается биомассовым, и его качество. Если говорить о сроках вегетации, то для каждой из геологических паз существует минимальный, необходимый спектральный состав. И сегодня уже показано то, что определенный спектральный, свет определенного спектра может либо ускорять фазу сгоносного чертения, либо ускорять фазу сгоносного чертения, либо он может удлинять период вегетационной фазы или ускорять. Здесь получено достаточно уже большое количество данных по различным видам растений. И если говорить о целом, то этот подход является достаточно эффективным для того, чтобы увеличить количество получаемой продукции в единицу времени от отдельного комплекса. Вот количественным эффектом здесь приведена сводка по спектру, какая из спектральных линий оказывает влияние на такие из процессов. Другим важным аспектом являются качественные эффекты. Сегодня стал, наверное, уже даже модным термин получения функциональных продуктов. Под функциональных продуктами принимают, как правило, все же те же продукты, но в которых изменено содержание определенных веществ. В первую очередь, конечно же, интересуется содержание полезных для человека веществ, таких как витамины, антиоксиданты и другие соединения. И вот если даже не будет увеличения биомассы в целом, то спектральный состав света может оказывать влияние на качественный состав. При этом, что хочется особо отметить, такое влияние регулировали с помощью света, оно принципиально отличается от внесения химических соединений. То есть, если мы внесем азот для того, чтобы увеличить содержание таза белка вредных соединений, у нас вполне возможно, что будут накапливаться нитраты и вредные соединения. А вот при помощи света можно регулировать синтез соединений самими растениями, то есть здесь полная биологическая совместимость и отсутствие накопления вредных веществ. В качестве самостоятельного вопроса можно рассматривать так называемый санитарный эффект света различного спектрального состава, поскольку определенные спектральные линии могут подавлять рост грибов, полистических грибов и других микроорганизмов. Также определенные линии могут либо способствовать привлечению насекомых, либо наоборот отпугивать. И это может также иметь определенные экономические последствия. Отдельно необходимо сказать о том, что важным является качественный посадочный материал, ну и в целом тепличные хозяйства, они должны, наверное, переходить от стандартных теплиц к индивидуальному фитокомплексу, где не только производится оценка фиксированных параметров, но и есть обратная связь и, соответственно, их регуляция. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, два вопроса. Мне кажется, очень интересный доклад. Где внедрена вот эта узная теплица у нас в России? У нас в России такие теплицы не введены. Вы работали их нашим, предлагали, тепличные. А, вот то, о чем я сейчас рассказываю, это стадия разработок и исследований, то есть готового кота типа, созданного, кратнее. Вы готовы испытать свою разработку в наших теплицах? Вы говорите о системе обратной связи? Да. Если будет взаимная заинтересованность, то система обратной связи в вашем списке готова. Взаимная заинтересованность какая? Ну, здорово, дорогая или так? В приемлеме вы как-то параметра. Вот, здесь будет еще один доклад сейчас, где система обратной связи будет упоминаться и пойдет речь о приборе, изготовленном в институте прикладной физики, рам, который может быть адаптирован. Стоимость его назовут. Коммерческие приборы, которые существуют и позволяют регистрировать эти параметры на столе, то, что называется, их стоимость, ну а то порядка миллиона рублей составляют в таком приемлемом варианте. Коммерческие стоимости для того, чтобы протестировать на хозяйственную полезность вот эти приборы, нужно просто поставить в степличный комплекс, выделить некую площадь и измерять эти параметры, нарабатывать практическую полезность. А не то, что сразу продавать эти приборы на производство, не испытанные, не тестированные еще. Речь не идет о продаже приборов. Речь идет о том, что вот в реальных теплицах эта технология, насколько я знаю, сейчас применяется в Японии и в Израиле. Больше в мире она на данный момент нигде не применяется. И применяется она у них не в режиме дистанционного зонтирования, а на каждом стеллаже есть так называемые реперные растения, и к нему клипса, к листочку отдельного растения на стеллаже. Давайте в России протестируем. Ну давайте. Давайте попробуем. Хорошо, Пуслович, мы готовы предоставить. Предлагается экспериментальная база, насколько я понимаю. Хорошо. Контакты все им не сделаны. Вопросы есть еще? А, пожалуйста. Я бы хотел, уважаемому докладчику, сказать, что фитолампы мы привезли из Арзамаса, ОКБ «Луч» и вот после... Ну да, у нас в Вестибюре есть конкретная уже реализация. Успехи и может быть совместно к этой работе. Прекрасно. Промышленный уже выпуск. Спасибо. Поверенный. Спасибо большое. Можно еще раздражаться? Ну давайте только очень быстро, пожалуйста. На самом деле надо делать пилотный проект, а для того, чтобы сделать пилотный проект, надо расчеты. Экономику надо посчитать. Спасибо. Я сейчас еще раз просто хочу сказать, что это озвучивается так, и если вы считаете, что она может быть полезна в сельскохозяйстве, то мы готовы к совместной работе. Все идеи хорошие. Ну конечно. Все идеи хорошие. Мы готовы практически помогать. Все идеи хорошие. Спасибо большое. Продолжаем. Коллеги. Доклад представителей Института прикладной физики. Павел Николай Николай Дмитриевич. Дистанционное зондирование всех культур на основе оптических методов. Здравствуйте. Речь моего доклада пойдет об одном из инновационных методов ведения сельского хозяйства, который сейчас активно водится за рубежом. А именно о беспилотных летательных аппаратах, сокращенно ПЛА, которые осуществляют дешевую автономную диагностику сельскохозяйственных угодий. Актуальность и своевременность данной задачи весьма важна, потому что ранее в древности люди обрабатывали землю собственными руками, затем придумывали различные инструменты, использовали скот. Век научно-технической революции на замену биологической силы пришли комбайны, трактора. А сейчас век компьютерных технологий многие процессы происходят без участия человека. Уже продемонстрированы и успешно испытаны автономные тракторы, которые в любое время суток, в любую погоду могут вести работу вплоть до сборки урожая. Но для того, чтобы эта система успешно функционировала, необходимо знать всю информацию о поле, которую могут предоставить средства ПЛА с помощью сбора информации и обработки ее в специальном программном обеспечении, которое может позволить вести точное земледелие. Беспилотники делятся на два типа. Дроны и самолетного типа. Самым распространенным дроном является водорокоптер. Ключевой особенностью данных беспилотников является горизонтальный вертикальный взлет и посадка, что дает полную автономию и свободу действий на любом...